В таблинатуре скоты оказывается, вы вообще идиоты, люди-то шла о вас думают, вы что думаете, вы о людях подумали, вы 20 человек сидите, вы что думаете о людях? Я не буду брать зама, а мы тебя не назначим, и давай, да все, пусть пропадет, и все. Как всегда эмоционально, сессия каменских депутатов всегда напоминает известные реалити-шоу. В центре внимания Евгения Гордиенко, которая долгое время замещала главу Каменского района Федора Найдина. Политику пришлось освободить свое кресло, став фигурантом уголовного дела. Депутатов не устраивает, что за это время Гордиенко так и не нашла себе заместителя, по сути забрав всю власть в свои руки, так как по всей видимости в районе еще не скоро появится новый глава. Если бы человек действительно переживал за работу муниципалитета, он бы был в первую очередь обеспокоен тем фактом, что у него нету человека в заместителях. Нас сейчас ставят такие рамки, что мы обязаны выбрать одного человека, и все. И эти рамки созданы искусственно. Вы, может, люди в городе известные, я неизвестный в городе человек. Я стою в очереди в аптеку. Я слушаю, кушаю вот такие вот красные от стыда, что про нас говорят избиратели. Правильно, правильно. Местные оппозиционеры считают, что Гордиенко не решает проблемы района, а их накопилось немало. Также ее обвиняют в превышении должностных полномочий. Председатель Каменского районного собрания в очередной раз задал риторический вопрос. На что ушли более 700 миллионов рублей, которые район получил во время работы Евгении Гордиенко. Присутствующие депутаты, я не знаю, есть ли у кого-то какие-то претензии в отношении того, что я не ответила на ваш вопрос. Я не выполнила какую-то просьбу. То есть всегда иду на контакт. Документы не подписываются вовремя. Мы вынуждены обращаться, точнее не мы вынуждены обращаться, а приезжать уважаемые люди к нашей коллеге из края и решать те вопросы, которые должны были решить вы. Когда в обезглавленном районе назначат выборы и главу неизвестно, да и кандидатуры, которая устроила бы все стороны, пока нет. А поскольку район лишился высшего руководства, теперь ни у кого нет права подписи особо важных документов, в том числе у Гордиенко. В такой ситуации затягиваются сроки сдачи объектов, сложно готовиться к отопительному сезону и новому учебному году. Андрей Дреер, Ирина Корчагина. День с толком.